Добрый день дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы продолжим обсуждать тему падения в Белгородской области российского самолета Ил-76. Что уже известно на то время, когда я записывал это видео. Известно то, что детальное расследование по этому чрезвычайному происшествию еще не проведено. Единственное, о чем уже можно говорить, это то, что самолет Ил-76 был сбит в небе. Об этом в эфире ЗДФ сказал немецкий эксперт Клаудия Мейджо. При этом она отметила, что говорить о том, что на борту самолета действительно были украинские военнопленные, пока рано. Поскольку никаких подтверждающих фактов пока не найдено. Как заявила немецкий эксперт, пока известно о двух вещах. Самолет был сбит в воздухе и было известно, что планировался обмен пленными. Повторюсь, на тот момент, когда я записывал это видео, больше ничего не известно. То есть, невыясненными остаются два главных вопроса. Кто сбил самолет и самое главное, или действительно на его борту находились военнопленные. Уже известно, какие меры предпринимает украинская сторона. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту падения Ил-76 под Белгородом. Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Таким образом, в настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Еще раз хочу отметить, что украинская сторона на данный момент проводит анализ информации по факту падения российского самолета. И делать это, естественно, будет непросто, потому что самолет упал в 30 километрах от линии зоны боевых действий. Многие удивляются, почему этим занялось именно СБУ. Ну, скорее всего, потому что тут речь идет о гибели украинских военнопленных. Хочу отметить, что вчера вечером Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН и закрушение транспортного самолета Ил-76. Перед этим Министерство обороны Российской Федерации официально обвинило Украину в преднаверенном сбитии Ил-76 в Белгородской области. Хочу обратить ваше внимание на заявление, которое сделал командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. А он заявил, что российский Ил-76 это военно-транспортный самолет, который используется россиянами для различных целей, в том числе для перевозки боекомплекта и ракет для системы С-300, которыми потом бьют по Харькову и области. Об этом генерал написал у себя в Телеграме. Кроме того, по заявлению некоторых украинских политических экспертов, французские издания написали о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Патриот». Ракета найдена. И по большому счету здесь ничего удивительного нет, потому что у нас идет война. В том числе и в воздухе тоже идет война. Мы же видим, как российская сторона, используя самолеты, наносит ракетные удары по нашему военно-промышленному комплексу. В последнее время и по Киеву, и по Харькову, то есть противник со своих прифронтовых территорий, наносит ракетные удары, а мы стараемся противодействовать ракетным обстрелам России. Нужно также отметить заявление, которое сделал советник ГУР Андрей Юсов. Так он рассказал о том, что оказывается на борту сбитого самолета Ил-76 должны были находиться российские высокопоставленные должностные лица. Но в последний момент Федеральная служба безопасности запретила им садиться на борт самолета. Есть много других особенностей. Так известно, что на борту, правда, имели находиться несколько официальных випов от военно-политического представительства государственного агрессора. Но в последний момент их прозвища известны и будут названы, материалы будут наданы в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически наказало им не сядь на этот борт и использоваться другими видами транспорта. Юсов также заявил о том, что фамилии этих высокопоставленных персон известны и будут названы, а материалы предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент, как я уже говорил, ФСБ приказало им не садиться на борт, а и использоваться другим видом транспорта. А также известно, что представители российского МНС, которые приехали на место подъем, были фактически выгнаны звезды представниками ФСБ и військовыми. И им не дали возможности удостоверить, согласно протоколу, огляд места и локализацию цієї трошки. Эти и другие факты вказывают на возможность умисных действий державы-агрессора. И мы понимаем, что говорится и про жизнь наших защитников, а также про важный эмоциональный состояние родителей наших защитников. Также стало известно о том, что представители российского МЧС были знаны представителями ФСБ и военными. И им не дали возможности провести, согласно протоколу, осмотр места трагедии. Так, и еще, в общем, уточните, чтобы это, украинская сторона знала, что на этом литаке могут перебывать российские ВИПы, то есть представители, не знаю, высшего класса российского военного командования, правильно? Эта информация была выясована уже после того, как события произошла в рамках, скажем, нашей оперативной работы. Также Юсов отметил, что информация о том, что в самолете должны были присутствовать российские ВИПы, появилась только после того, как произошла авария. И еще, Юсов обратил внимание на тот факт, что по агентурным данным, после аварии в морг попало лишь 5 тел. Это количество примерно соответствует количеству состава экипажа упавшего самолета. То есть получается, что по данным нашего ГУР, украинских военнопленных на борту самолета не было. А других фактов о нахождении на борту наших пленных российской стороной не было предоставлено. По логике, российская сторона, говоря о трагедии с нашими пленами, должна была показать хотя бы часть тел погибших. Но этого почему-то сделано не было. И именно этот факт пока всем не понятен. Поэтому здесь, собственно говоря, как в той поговорке. Нету тела, нету дела. Хотя уже ближе к ночи появилось еще одно жуткое видео с места катастрофы. Там видно, что фрагменты человеческих тел разбросаны по очень большой территории. Это видео есть в моем телеграм-канале. И еще, не могу об этом не сказать. Народный депутат Коля Тищенко снял видео, где начал учить нас жизни. Витаю, Украину! Витаю, украинцы! Давайте зупинемо панику. Я сейчас смотрю, как все активно, как на перегоне, коментуют падение лета. Не понимаю. Почему вы коментаете военные вопросы? Вы же политики, а не военные. Он Гончаренко вообще не коментировал, мне кажется, на держзраду. Так само звертаюся до Михаила Подоляка. Михаила, при всей до вас повазі. Что вы з'ясовываете? Вы что? Главнокомандующий, військовые коментарии мают давать те, кто носит великые погоны, поэтому мают великую ответственность и перед общественным, и перед президентом Украины. А у нас, у политиков, совсем другие функции. Это моя четкая позиция. В общем, Коля Котлета, он же Коля Насос, сказал, что кроме военных, никто не должен комментировать то, что произошло с российским самолетом. Он отметил, что это военные вопросы, а поэтому пусть их комментирует главнокомандующий. А кто у нас главнокомандующий? Правильно, Валерий Залужный. И поэтому это его зона ответственности. Вот поэтому пусть он отвечает и перед украинским обществом, и перед президентом за сбитый самолет и все, что с ним связано. То есть Коля хочет в любом случае крайним сделать главнокомандующего. Мы уже привыкли к тому, что обычно этим занимается народный депутат Марьяна Безулая. Но теперь, видимо, этим заниматься обязали Колю Тищенко. Ну а теперь давайте уже по сложившейся традиции поговорим о мобилизации. В последнее время это тема номер один. И никуда от этого не денешься. Но давайте сначала послушаем военного. В общем, этот военный призывает принять непопулярные решения и уменьшить призывной возраст. И по его мнению президент должен принять именно такое решение. По мнению этого военного, наилучшие воины в возрасте от 18 до 25 лет. Если вы хотите услышать мое мнение, однозначно это оптимизма у родителей 18-летних ребят не вызовет. И это я говорю открыто, потому что сам общаюсь и слышу мнение таких родителей. Тем более большинство юношей в таком возрасте это студенты. Мое мнение, если президент примет такое решение, то и рейтинг его популярности сразу резко пойдет вниз. Это один момент. А второй момент, я просто гарантирую, что сразу же большинство молодых ребят сразу поставят перед собой цель любым способом покинуть страну. И поверьте, это не пустые слова. Чи есть сейчас понимание, так би мовити, среднего века воина, который воюет? То, что воюет? Так. Ну, в своей большинстве это люди от 38 до 50 лет. Их значно больше. И спроможности физичных навантажений у 40-летнего значительно меньше, чем тому, кому 25. Это надо четко понимать. Потому что физиологию достаточно сложно обмануть. Поэтому реально надо смотреться на решение. Найкращие воины, это те, кто приходит молодые и мотивованные. Создание питания, поднятое питание мотивации. И что касается физической навченности, то это значительно простейше, если этим питанием заниматься профессионально. Этот военный говорит о мотивации молодых воинов. Но дело в том, что нет никакой конкретики. В чем заключается эта мотивация? Нужна конкретика. Он говорит о поднятии мотивации, только не говорит, в чем она будет заключаться. Парень учится в УЗИ. Планирует получить высшее образование. Затем он дальше планирует личную жизнь. Думает, как себя реализовать. Создать семью, детей и так далее. А тут ему говорят, постой, постой, мечты подождут. Иди побоюсь сначала. Вот и вся мотивация. Ну и в заключение я вам предлагаю посмотреть одно видео. Я думаю, что когда его посмотрят молодые ребята, то мотивация у них вырастет в разы. Всем привет. Сейчас вам покажу последствия тотальной мобилизации. Конкретно сейчас находимся в село Надлак, Кировоградская область. Вот просто гуляю по центру, ни одной живой души нет. Это здоровое село. Показываю дальше. Это прошло метр в 100 вперед. Вот там две дети из школы идут. Просто нема людей на улицах, в селах. Представляете, что творится? И что нам рассказывают, как все хорошо. По времени примерно час дня. Если вы напишете, что все на работе, я вам не поверю, бо я думаю, что тут работы немало. Вот просто, смотрите, центр. Ну, нема вообще никого, людей нема просто. Хожу, как зомби. Это не то, что там есть шучу, чем остановка. Это так по всех селах. Так это великое село. Ну, просто нема людей. Сейчас мы там прицепим, где-то срежем. Сейчас покажу, дойду туда. Ну, нет души, ничего. Нема вообще людей. Все, пришел. Там есть один человек, но я его с собой привез. Он не местный. Чуваешь, дядько, я пришел в центр, ни одной живой души нет. Комментировать это видео я не буду. Тут и так все понятно. А на этом, друзья, мне на сегодня все. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. А также обязательно подпишитесь на мой Telegram. Я его веду сам лично и выкладываю там интересные видеоматериалы. Ссылка на мой Telegram находится внизу в описании под этим видео. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok